Так, ну вот здесь на графике представлены зависимости, дисперсионные зависимости для случая невозмущенной задачи. То есть, когда потенциал O от X, это просто константа. Это вот, видно, вот эта вот синяя кривая. Если N равно 0, ну или если N плюс-минус 1 или 2, вот здесь вот видны ветви, то, соответственно, эти кривые смещены. Вот, и показан результат расчета во втором порядке теории приближения. Вот красной кривой здесь к нулевому приближению к этой синей кривой добавлена вот эта поправка второго порядка, вычисляемая вот по такой формуле. Ну, конкретно для этой красной кривой N равно 0. Ну, и мы видим, что вблизи, ну так, краев зоны брюлена, там, где волновый вектор равен пина А или минус пина А, вот эта зависимость, посчитанная по теории возмущения, она терпит здесь разрыв. И явно, что вот в этой области уже некорректно считать по этой теории. То есть, почему так получается? Получается потому, что вот так получается, потому что вот здесь вот вблизи этих точек, ну и вообще вот в точках, где k равно пина А или минус пина А, здесь мы имеем ситуацию, когда у нас одно значение энергии соответствует двум разным состояниям. То есть, вот здесь два состояния. k одно и то же, а n, два n разное. То есть, n равно 0, вот, при k равно пи пополам. И n равно минус 1, вот здесь тоже будет такую же энергию я иметь. То есть, в этом случае мы имеем вырождение, двукратное вырождение этого значения энергии. А для таких случаев теорию приближения нужно использовать по-другому. Вот. Ну и вот мы покажем сейчас, как именно. Итак, теперь нам нужно рассмотреть теорию возмущения в случае, если спектр у нас вырожден. То есть, вот как я уже указывал, вот в этих точках, например, в этой и в этой. И вообще говоря, в любых пересечениях у нас имеет место ситуация, что у нас два состояния с одинаковым значением энергии. Вот. Значит, запишем нашу задачу. Как она у нас была? m0 оператор. Это по-прежнему наш невозмущенный оператор. v это возмущенный. На вектор a равняется ea. Вот. Как теперь мы будем делать? В чем вообще сложность случая, когда у нас спектр вырожден? Сложность состоит в следующем. Если мы здесь изобразим вот условно это будет у нас a0. Вот какой-то p вектор. Сюда отложим. Сюда отложим a0 q вектор. p и q вектора у нас вырождены. Ну, то есть для них, для обоих aq ноликовая есть какой-то e0 q на a q ноликовая и m0 ap ноликовая это есть e0p ap ноликовая и eq ноль равняется ep ноль. Вот. То есть, вот у нас предположим, есть два таких направления в пространстве векторов и действие, скажем, вот этого вектора оно вот здесь мы его отложим вот так вот. То есть, вот этот вектор будет e0 e0p на ap ноликовая вот действие вот этого вектора мы сюда отложим вот таким образом. Если у нас будет какой-то вектор, ну, скажем, b равный альфа ap ноль плюс бета а q ноль то действие вот этого оператора на этот вектор b будет фактически записываться ну, вот так вот а q ноль то есть, вот на этом рисунке это действие отобразится следующим образом у нас будет какой-то вектор вот так я вот оброжу это вот альфа умножить на ep ноликовая ap ноль ну, вот здесь какой-нибудь вот такой вектор это у нас бета на e q ноль на a q ноль причем вот q ноль и eq ноль и ep ноль одинаково значит действие матричного матрицы m0 на вектор b здесь отобразится просто некоторым вот таким вот вектором вот при этом сам вектор b будет в принципе так параллелен этому же самому вектору то есть, если вот это вот у нас m0 на b то сам вектор b будет ну вот как-то так же отображаться то есть, он будет параллелен этой самой кривой то есть, это вектор b почему так получается так получается из-за того, что вот эти коэффициенты одинаковы вот ситуация меняется когда мы начинаем рассматривать m0 плюс v вот такую вот такую конструкцию теперь у нас вот эти числа уже не являются собственными векторами вот этой матрицы или этого оператора и поэтому действие m0 плюс v оператор вот такой на ap ноликовое оно здесь отобразится ну вот как некий вот такой вот вектор то есть, вот это вот m0 плюс v на вектор ap ноликовое значит, и аналогично m0 плюс v на вектор a q ноликовое ну, отобразится скажем, как-нибудь вот так вот вот условно когда мы посчитаем сумму вот векторную сумму вот так вот я ее только изображу то это будет вектор v вот куда-то вот сюда направлен то есть, вот этот вектор это вот m0 плюс v оператор умножить на ну, вот на тот же вектор b пусть это вектор b будет такой же как вот у нас был исходно вектор b вот в этом случае вот такой таким образом у нас получается что когда мы умножаем вот вектор b вот на возмущенную матрицу то есть вот такую конструкцию вычисляем то это уже не параллельно становится вектор b то есть у нас получается не параллельность такая и это в общем случае так получается но если мы подберем коэффициенты альфа и бета так чтобы эта параллельность сохранилась то тогда мы вот только в этом случае можем ожидать что m0 плюс v на вектор b будет равен какому-то числу я вот лямбда напишу на вектор b то есть тогда у нас будет решаться задача на собственное значение то есть то есть в этом случае будет параллельность вектора вот этого которое есть в произведении матрицы m0 плюс v на b и исходного вектора b то есть у нас вот в этом приближении будет решена задача на собственное значение поэтому смысл подхода в этом случае состоит в том чтобы фактически найти вот эти коэффициенты альфа и бета таким образом мы будем искать вектор а вот здесь как приближение альфа p с индексом 0 плюс бета на а ку с индексом 0 то есть альфа на а п плюс бета на а ку и вот это представление для вектора который у нас кандидат в решение мы подставим вот сюда то есть получим m0 плюс v здесь альфа а п 0 плюс бета а ку 0 есть e альфа а п 0 плюс бета а ку 0 здесь я так сделаю дальше здесь все более-менее очевидно сначала раскрываем скобки я вот альфа сюда перенесу плюс v альфа v а p 0 плюс бета m 0 а q 0 плюс бета v а q 0 и все это равняется равняется e e e e e a e p 0 плюс бета e a q 0 то есть мы здесь даже не представляем вектора а как нулевое приближение плюс поправка и вот энергию e не расписываем то есть мы сразу энергию e будем искать всю целиком но само решение вот ищем в виде суперпозиции двух решений каждое из которых соответствует невозмущенной задаче то есть вот в этой точке например или вот в этой сами значения p и q это фактически номера вот этих кривых значит дальше вот это уравнение которое вот здесь вот получено мы его с одной стороны скалярно слева умножим на ap то есть запишем вот так альфа ap0 здесь m0 ap0 плюс альфа ap0 v ap0 плюс beta ap0 m так m0 m0 a q q плюс бета а p а p v а q 0 равняется альфа e a p0 a p 0 плюс бета e a p 0 плюс а a j m t m m j m r m m n m АQ0, матрица невозмущенная, здесь тоже АQ0, плюс бета АQ0, оператор В, АQ0, альфа Е, АQ0, АП0, плюс бета Е, тут бета Е, АQ0, на АП0. Вот так. Теперь нам нужно учесть условия ортогональности, то есть АП на АQ0, это скалярное произведение фактически равно символу кроникера, то есть единица, если П равно Q, и ноль, если П не равно Q. Из этого следует, что вот это у нас ноль, это у нас единичка. Так, вот здесь Q должно быть, и это единичке будет равно, вот это ноль, вот это ноль. Дальше, по тому, что мы рассматривали ранее, вот такие матричные элементы с одинаковыми слагаемыми, то есть то, что можно назвать В, Q, Q, это есть ноль. Здесь тоже ноль, потому что это В, П, П. Вот эти матричные элементы, мы сейчас распишем. Здесь В, Q, П, значит, и еще остались матричные элементы вот такого типа. Ну, во-первых, М0 на А, это у нас вот такая, это у нас е0 с индексом Q, поэтому вот такие все конструкции, инструкции, это энергия нулевая умноженная на П, значит, и опять же в силу ортогональности, ну, в общем, запишем так. Да, запишем так. М0 на АП, с индексом 0, здесь АQ0, это есть АQ0 на АП0 и умножить все на ЕП. И это будет равно ЕП, если П равно Q, и будет равно 0, если П не равно Q. Ну, в нашем случае П мы явным образом рассматриваем П, не равное Q, поэтому у нас вот такие элементы нулю. То есть вот этот элемент 0 и вот этот элемент 0. Ну, и теперь запишем все эти два уравнения с учетом всех условий. Получаем альфа ЕП, это вот это у нас получается, плюс бета ВПКУ, это вот этот элемент, равняется альфа Е, это вот здесь. Тут у нас альфа ВПКУ плюс бета, это вот этот элемент ЕПКУ, только вот здесь сверху индексы нулевые. Да, и вот здесь ноликовые, не забываем, равняется бета на Е. Вот, то есть получилась вот такая вот система из двух уравнений. Ну, фактически тоже можно сказать, что есть какой-то вектор Х, состоящий из двух коэффициентов альфа и бета. И есть какая-то матрица R, которая состоит из элементов ЕП0, ВПКУ, ВКУП, ЕКУ0. И нужно найти ее собственное значение. То есть мы получаем опять задачу на собственное значение, но только теперь уже для матрицы 2 на 2. И здесь поиск провести уже технически гораздо проще. Значит, ну, детерминант R минус Е на единичную матрицу, вот так я напишу, вот нам надо вот этот детерминант приравнять к 0. Е, это наше собственное число вот здесь вот. Ну, я записываю ЕП0-Е, умножить на ЕКУ0-Е, минус ВПКУ на ВКУП. Это должно равно 0. Ну, раскрывается здесь достаточно все очевидно. Минус Е, здесь сумма. И плюс Е квадрат минус ВПКУ на ВКУП на 0. Значит, ну, я перепишу в обычной, привычной форме квадратного уравнения. Вот так. Ну, и теперь, как обычный дискриминант ЕП0 плюс ЕКУ0 минус 4ЕП0ЕКУ0 плюс 4ВПКУ на ВКУП. Ну, это минус 4, так, здесь квадрат. С вот этим, когда квадрат здесь разложим, здесь будет такой же слагаемый на 2-ой. Ну, потом, разложив этот квадрат, учитя это минус 4, и свернув обратно, получим такой же квадрат, только с минусом. Вот, то есть, вот дискриминант у нас такой. Ну, кстати, можно заметить, что он у нас, вот это положительное число, ну, и вот это тоже по факту является положительным числом. Дальше, само решение Е, получаем ЕП0 плюс ЕКУ0 плюс-минус корень из ЕП0 минус ЕКУ0 в квадрате плюс 4ВПКУВКУП. И все это разделить на 1. То есть, фактически, вот это вот в таком виде и будут наши энергии. Конечно, все вот эти зависимости ЕП, это есть зависимость от волнового вектора ЕКУ, тоже зависимость от волнового вектора. Это так. При этом, ну, ВПКУ, и это просто какие-то константы. Вот, и ВКУП тоже. То есть, они у нас не зависят от К. Если у нас эти элементы будут равны нулю, то понятно, что мы получим здесь либо ЕП0, либо ЕКУ0. То есть, в случае, когда вот матричные элементы, да, вот их так называют, равны нулю, то мы видим, что никакого изменения энергии нет. Ну, как и должно быть. Теперь, что нужно сказать. Теперь нужно найти условия, когда ВПКУ и ВКУП не равно нулю. То есть, когда ВП от КУ не равно нулю. Ну, для этого мы вспомним вид матрицы В, как мы его записывали. Вот. Значит, это у нас 0, U, минус 1, U1, 0, 0 и так далее. Здесь 0 и так далее. Здесь у нас U1, 0, U, минус 1. Ну, и здесь U, минус 1, 0, U1. Вот, ну, здесь нули, 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 нули и так далее. Здесь нули, здесь нули. В общем, вот так вот. То есть, вот такая двухдиагональная матрица. Ну, мы уже, на самом деле, выше рассматривали матричные элементы такого типа. То есть, ВП на КУ. Ну, я вот распишу еще раз. То есть, это мы должны взять АП ноликовая на матри... Так, а здесь нет этой крышечки. Крышечка здесь. А, КУ ноликовая. То есть, это 0, 0, 0, единица на позиции П, 0, 0 и так далее. Здесь у нас, вот, наша матрица 0, U, 1, 0, U, минус 1, 0, U, минус 1, 1, 0. Ну, вот, и здесь такие же нули. 0, 0, 1, 0, 0. Ну, это позиция КУ. Значит, Если мы это все... Ну, вот, я еще раз расписываю, хотя мы это уже все писали. Напомню. Значит, 0, 0, 1, 0, 0. Значит, когда мы вот это на это умножим, у нас здесь будет вектор 0, куда-то туда уходящий все нули, потом U, U, минус 1, 0, U, 1, 0 и так далее. Вот. И это, если эта позиция у нас П, то вот этот 0 на позиции КУ. И теперь, что у нас получается? Значит, когда у нас П равно КУ, минус 1, мы здесь получим У, минус 1. То есть, это КУ равняется КУ, минус 1. То есть, вот... То есть... Так, еще раз. П совпадает... Да, то есть, наоборот, П равняется КУ, минус 1. Если П равняется КУ, то тут 0. То есть, П... Ну и... Давайте так. И тут У1, если П равняется КУ, плюс 1. На самом деле, 0 будет не только, когда П равняется КУ, но и когда просто П не равно КУ, плюс минус 1. То есть, мы видим, что у нас, фактически, П равняется КУ, плюс 1, 0. Если П не равняется КУ, плюс минус 1. И У минус 1, если П равняется КУ, минус 1. То есть, вот, теперь запишем, чему у нас будет равна такая конструкция ЕП0, минус ЕКУ0. Вот, значит, это H2 на 2М, здесь Омега П, плюс К штрих в квадрате, плюс У0, минус H2 на 2М, Омега КУ, плюс К штрих в квадрате, минус У0. И все это в квадрате надо возвести. То есть, эти у нас штучки сокращаются. А здесь у нас получается H2 на 2М. Все в квадрате. Ну, и здесь у нас разность квадратов. Разность квадратов мы запишем, как, вот так запишем ее. Вот так. Все это в квадрате. Получаем H2 на 2М. Здесь Омега П минус КУ, Омега П минус КУ. Так вот, квадрат, квадрат. А здесь получаем 2К штрих плюс Омега П плюс КУ. Все в квадрате. С учетом того, что П у нас должно равняться КУ плюс минус 1, мы здесь запишем. То есть, П равно КУ плюс минус 1. То есть, только эти случаи у нас имеет смысл рассматривать, потому что только тогда у нас вот эти элементы не равны 0. Значит, ну, вот я сюда просто формально подставлю П равное КУ плюс минус 1. Получу H2 на 2М. Так, здесь не забываем в квадрате. Здесь в квадрате. Значит, П минус КУ при разнице плюс-минус 1, это просто будет длиться Омега квадрат. Здесь мы получим 2К штрих плюс Омега. Здесь получим 2К плюс минус 1. И все это в квадрате. Ну, в итоге мы можем записать НРПЕ вот это вот следующим образом. Сумма вот этих вот двух элементов, ну, мы ее запишем следующим образом, это У0. Ну, поскольку в них в обоих есть вот такое слагаемое У0, то оно сложится 2 раза, разделится на 2, и получится просто У0. Значит, дальше плюс 1 вторая, H2 на 2М. Здесь я сейчас буду учитывать то, что П равняется КУ плюс минус 1. Поэтому здесь Омега КУ плюс минус 1 в квадрате плюс К штрих. Так, как здесь нет квадрата? Вот так. Значит, вот это в квадрате плюс Омега КУ плюс К штрих в квадрате. Вот это мы записали, вот сумму вот этих двух. Теперь, ну, давайте так, я вот здесь напишу индекс плюс, который будет означать вот этот плюс. Вот этот плюс минус. Надо не путать с вот этим плюс минусом. Потому что этот плюс минус перебирает просто разные пары П и КУ, а вот этот плюс минус при заданных парах П и КУ дает два состояния, два значения энергии. Поэтому здесь ставим просто плюс, корень, ну, и переписываем вот эту разницу. То есть, Н квадрат на 2М в квадрате, Омега квадрат 2К штрих плюс Омега 2КУ плюс минус 1 и все в квадрате. И плюс 4, ну, а поскольку В, П, КУ, Т, Л, собственно, вот у нас только такие элементы могут быть, то я пишу здесь У1 на У-1 вне зависимости от того, какие по ИКУ. и всего этого корень. Вот. Ну, аналогично мы получим выражение для случая, когда у нас не знак плюс, а знак минус. то есть, все то же самое, только снять УКОЛЬНЫЙ знак минус. Квадрат Омега квадрат 2К штрих плюс Омега 2КУ плюс минус 1 в квадрате плюс 4У1У минус 1. То есть, в принципе, все. Какие значения КУ ну, стоит рассматривать. Вообще, можно, имеет смысл рассмотреть. Формально КУ, конечно, может иметь какие угодно значения. Фактически, перебор КУ будет соответствовать перебору вот той или иной области изменения К. Ну, вот если мы КУ поставим равное нулю, то мы будем рассматривать первую зону брюлена. Потому что вот эта плюс-минус 1 будет соответствовать тому, что мы смотрим либо нулевую и первую, либо нулевую и минус первую ветвь, так можно сказать. Ну, и тогда эти выражения, конечно, существенно упростятся. То есть, мы получим следующее. То есть, мы получим, что Е плюс, это будет У0 плюс 1 вторая. H квадрат на 2m. Здесь у нас получится К штрих плюс-минус омега в квадрате плюс К штрих в квадрате плюс корень из H квадрат на 2m в квадрате. А здесь у нас Омега квадрат на 2k штрих плюс-минус омега в квадрате плюс 4у1 у минус 1. Вот. Это фактически с одноком плюс, ну и с одноком минус аналогично. К штрих плюс-минус омега в квадрате только здесь будет уже тоже К штрих плюс-минус 1 в квадрате плюс К штрих в квадрате и здесь минус такой же корень. то есть в принципе симметрично эти решения отходят от невозмущенного решения. 2k штрих плюс-минус омега в квадрате плюс 4у1 у минус 1. Ну, в общем, вот такие у нас получились решения. Вот. И эти решения соответствуют возмущениям вот вблизи этих областей. Вот. Дальше мы рассмотрим некоторые численные примеры. Вот. А в целом можно сказать, что вообще говоря, конечно, это рассмотрение по теории приближения, оно больше ценно с точки зрения неких аналитических применений. Ну, чтобы найти характерные зависимости энергии от волнового числа К, например. Вот. Найти, как меняется ширина запрещенной зоны, то есть вот на краях зоны, например. То есть, если мы будем строить вот эту зависимость от К, то мы увидим, что вот здесь вот у нас, вот она вот сюда. эта ветвь идет вот так сюда вниз, это идет вот сюда вот так вверх. Ну, здесь аналогично. Вниз, тут вверх. И вот здесь будет некоторый зазор дельта Е. Этот зазор соответствует тому, что значение энергии у частицы, двигающейся в таком периодическом потенциале, не может частица принимать значение энергии из этого диапазона. Получается та самая запрещенная зона. То есть, вот эти диапазоны получаются разрешенные, а вот эти запрещенные. Вот. Но, в целом, в этом приближении задачи, конечно, на практике решаются уже численно. То есть, вот у нас эта матрица, которая соответствует нашему возмущению по косинусам. В более общем случае, конечно, здесь не нули вот эти вот элементы, а они могут быть не нулевыми. Их может быть много. Вот. И на практике, конечно, рассматривают уже численные решения вот такой задачи, как мы здесь смотрели. И получают более реалистичные спектры. Ну, далее мы рассмотрим, как наши приближенные решения сравниваются с этими численными, более точными решениями. Так. Ну, здесь очередные распечатки. Тут вот скобочку надо поставить. Здесь, конечно, К плюс-минус омега. Вот. Вот так. На этом графике показаны дисперсионные зависимости, посчитанные нами вот в начале. То есть, в условиях, когда еще нет никакого периодического возмущения, но применена, скажем так, теорема Блохо. Вот. Ну, нас будет интересовать сейчас из этих кривых вот только вот это. Давайте мы выделим более толстым слоем. Более толстой линией. Вот. И, как мы говорили, фактически вот это от минус пин до пина. Это первая зона брюлена. Ну, я вот здесь нарисовал специальные несколькие таких областей, чтобы было видно, как все меняется. Вот. В целом. Значит, как уже сказано, вот это зависимость для случая, когда нет никакого возмущения. Вот это у. Вот это у. Оно равно нулю в этом случае. Но если мы теперь учтем посчитанные нами добавки, то кривые изменятся. Значит, давайте учтем, посмотрим, как произойдет, что произойдет, если мы учтем поправку второго порядка, которую мы вычислили в начале. Значит, вот добавился график, посчитанный по теории приближения второго порядка. То есть вот эта поправка наша, которую мы посчитали. Ну, для случая n равна нулю. То есть как раз вот для этой области. Так вот подниму немножко график. И вот эта синяя кривая, которая здесь нарисовалась, это сумма вот этой поправки, ну и вот исходного нашего нулевого приближения. То есть видно, что в этой области вот график немножко съехал вниз, а вот вблизи краев зоны брюлена у нас явно зависимость, ну скажем так, не работает. То есть здесь точки особенностей, как мы помним, здесь вот k это фактически омега пополам, а само омега это 2π так как мы определяем. Значит, получается здесь точки разрыва и в этих областях эта формула не работает. Ну и для этого мы использовали также теорию приближения, но с учетом вырожденных уровней. То есть вот здесь вот точка пересечения у нас вырождение. Поэтому мы используем другой подход. Ну и давайте посмотрим, что дает он. Значит, когда мы посчитали по теории приближения с учетом вырожденного спектра, то мы вот получили там две кривые. Вот я нарисовал одну с минусом, со знаком минус. Вот эта красная такая, ну оранжевая, внизу оказалась. Значит, и мы видим, что в этой области у нас уже нету разрыва, но, значит, дисперсионная кривая здесь вот так вот закруглилась. И следующее решение, которое у нас еще есть в этом же подходе, это вот со знаком плюс. Значит, ну вот здесь вот, если вы посмотрите, вот эти минусы и плюсы, которые вот здесь вот в формулах стоят, они означают, что когда здесь знак плюс, знак плюс, то мы его знак плюс применяем, когда k меньше нуля. То есть вот здесь вот, когда k больше нуля, то применяем знак минус. Вот. То есть фактически, таким образом мы как бы рисуем сразу для двух половинок зоны, вот для этой части и для этой. Вот, значит, ну вот видно, что теперь вблизи краев зоны брюлена все у нас более-менее хорошо, нет разрывов. Хотя, если посмотреть вот в серединке, то вот оранжевые вот эти кривые, они, ну, не сходятся с вот этими синими. То есть все кривые, вообще говоря, различны. Ну и в этом плане интересно сравнить это с точными решениями, которые получаются на основе численных расчетов. Значит, вот сейчас мы посмотрим. Вот синяя кривая появилась. Это вот точный численный расчет внизу. И также сейчас еще посмотрим. Вот вверху появился верхняя часть. Значит, здесь интересно посмотреть, как ведут себя решения. Вот, например, здесь. Вот я его увеличу. Что здесь у нас есть? Вот в этой области, ну, понятно, что наше приближение, оно ближе к точному решению нежели, чем вот это. То есть приближение с учетом кратности спектра лучше, чем вот то, что мы считали вначале вблизи краев зоны. Но это очевидно. Однако вблизи нуля мы видим, что точное решение и вот то, что нами посчитано во втором порядке приближения, у нас практически здесь совпадает. То есть получается так, что вот вблизи К равное нулю, нам нужно вот пользоваться вот этим приближением более точное. А вблизи краев зоны привлена это решение не работает, но работает зато. Ну, вот эти приближения посчитаны с учетом выраженного спектра. Вот, ну, несколько аналогичная ситуация будет вверху. Вот здесь тоже мы видим, что красный это точный приближение. Точное решение это приближение с учетом выраженности спектра. Ну, здесь работает лучше, чем вот то, что здесь есть. Ну, и можно, в принципе, обратить внимание вот сюда, вверху. Естественно, что наши вот эти приближения, которые мы считали, в этой части уже не работают, а точный спектр, ну, вот он здесь тоже вот так вот закругляется. Вот, то есть, это значит, что здесь тоже будет, здесь тоже будет разрыв. То есть, аналогично тому, как вот здесь, просто он там очень мелкий. Вот, значит, ну, вот такие получаются особенности решения в рамках приближения слабой связи. То есть, мы видим самое главное, что у нас есть область значений энергии, которые частица может иметь, двигаясь в периодическом потенциале. И это называют разрешенными значениями энергии. Тут вот. И есть еще запрещенные. То есть, вот между вот этими, вот этот диапазон, фактически внутри этого диапазона, энергия частицы не может свободно распространяться через такую структуру. Вот. И чтобы у нее энергия была вот в этом диапазоне. Этот диапазон, вот его называют областью запрещенных энергий, то есть, или запрещенной зоны. Вот. Ну, и понятно, что такие области, они на самом деле чередуются. То есть, разрешенная, запрещенная, опять разрешенная. Ну, вот, как я здесь говорил, здесь будет еще пять. А запрещенная, просто она уже здесь очень маленькая становится. Вот. Ну, и так далее. Вот такие особенности. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Вот. Ну...